Александр Лукашенко и Си Диньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Эта церемония подписания стала итогом сегодняшних переговоров двух лидеров в узком и широком форматах. Александр Лукашенко и Си Диньпин общались гораздо дольше запланированного времени, что, собственно, подтверждает заинтересованность сторон в активном развитии белорусско-китайских отношений. В присутствии глав государств также был подписан большой пакет документов о сотрудничестве в разных сферах торговой, сельскохозяйственной, строительной, научно-технической, спортивной, как на государственном, так и на межрегиональном уровнях. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений немалую роль играет личная дружба между Александром Лукашенко и Си Диньпином. Вот уже на протяжении многих лет странам удается находить общий язык по многим вопросам, в том числе и глобальным. Китай, как, впрочем, и Беларусь, на масштабные трансформации, которые оказывают значительное влияние на современное мироустройство, смотрят в одном ключе – осуждая любые войны. Решения разного рода конфликтов страны видят исключительно посредством мирных переговоров, о чем белорусский лидер говорил уже не единожды. Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально, недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. С белорусским видением также полностью совпадает ваша инициатива по тематике развития. Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси. От всей души приветствую вас, господин президент в Китае. Встречи между давними друзьями всегда только радуют. Мы с вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двухсторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Мы дружим уже не первый год, у нас прочная, нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двухсторонних отношений. Расширение контактов с Китаем для Беларуси – приоритет во внешней политике. Этот вопрос Александр Лукашенко в преддверии встречи с Си Цзиньпином также обсудил с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжан Шу и премьером Госсовета КНР Ли Катьяна. Также сегодня белорусский лидер возложил венок памятнику народным героям на площади Тянь-Ань-Мэнь. Кортеж Александра Лукашенко по всему маршруту сопровождали мотоциклисты. Это знак высокого уважения. Добавлю, что площадь Тянь-Ань-Мэнь является символическим сердцем китайской нации. Именно там Мао Цзэдун провозгласил создание КНР. Напомню, это уже тринадцатый визит Александра Лукашенко в Китай. Каждый из них принес видимый результат для белорусско-китайского сотрудничества. Субтитры создавал DimaTorzok